А теперь мы приглашаем нашего нового участника Владимира Ивановича Кутко, Краеведа, который очень долгое время занимается историей Сланцевского района. И он нам расскажет о Аврельской, урожденной Арсеньевой, Санкт-Петербург, Кутовский уезд, поскольку сланцы никогда-то входили в Кутовский уезд, в Санкт-Петербург. Никита Васильевич Арсеньев был в Доске в нашем Порече. Это тема, кого мы не видели, и, естественно, вся его линия по нисходящей тоже была в Доске в Порече. В Лермонтовской энциклопедии отмечены единственное краткое его родословие сын Емельянов. Почему-то не отмечены две дочери – Елена и Ефиния. Елена была замужницей, Шмидт, а Ефиния – Брестская, Боронецкая. Вот такой интересный аспект. Лермонтов был знаком, конечно, с семьей Никиты Васильевича Арсеньева, все это знают, это все формативные материалы, но он был знаком и с тетками своей, и с Ефинией, и с Ефинией, когда он с Боргукой посещал известный дом Никита Васильевича Коломонку. Тетушки его, конечно, мало обращали на племянника внимания, они не увлекались там литературой, поэзии в известном смысле, вот, вышли замуж, были молодыми. И вот бабушка Лермонтова пишет, что вот в Ревске купил дом на Васильевском и уже переехал. Ну, все полный. А Шмидт еще только собирается. Этот дом известен Пушкин обедом, поскольку Евпраксия Николаевна в Ревске приезжала в дом барона Ревского накануне непосредственно дуэль Пушкина. Все это знают. Пакт из Томатии. Пушкин четыре раза там был. Но никто не отмечает, что женой этого барона была тетка Лермонтова. И это, в принципе, дает возможность предполагать, что тетушка как-то вот Лермонтова сказала бы о содержании, извините, общения Евпраксии с поэтом Пушкин. Четыре раза там был. Естественно, Евфимия собирала стол. Первый раз Пушкин пришел внезапно. Вот откуда-то он узнал. Вот от Анетты, уху, или еще от кого. Пришел, и в Ревске пишет, что мне это было неожиданно. Вот, а впоследствии, конечно, он был приглашен. И хозяева, и барон Лермонтова, и тетка Лермонтова собирали, естественно, стол. Такому вот дорогому гостю. Естественно, вся семья Арсеньев это знала, что в Ревску Евфимий посещал великий поэт. А потом еще разразилось это несчастье. Вот это дуэль, но он написал тут же письмо для Керына. Конечно, кто-то что-то знал. Пушкин заказал Евфимии что-то говорить, но что-то за столом прозвучало. Никита Васильевич Арсеньев приобрел с аукциона имения «Чертово пустое» в Довском везде в 20-21 году. Он приобрел шесть деревень, и вроде в 20-21 году, а в 20-26 году прикупил еще одну деревень, которая называлась «Язьми». Что же он прикупил? А он прикупил из казны с аукциона деревни своего чести. Чебулокова Емельяна Александровича. Чем был завелить его честь? Это был винный откупщик в Гатчин. А потом его бизнес так в гору пошел, что он смог уже обратиться к императору с другими компаньонами. И попросили, просто говоря, они о чем? А в откупе напечатания игральных карт. Вся эта... Россия играла в картах. И самое интересное, что император дал карт-блакшему производству вот этой полиграфической сложной продукции. И был выпущен указ запретить ввоз западноевропейских карт в России. Это было сложное полиграфическое производство. Карта – это двухсторонняя печать, во-первых. Вот как там печалась ассет или литография, сейчас не скажу. Но многоцветная печать. Представляете, сколько надо было работать. Деньги потекли рекой Чебулокову. Тестю Арсенева Никита Васильевича. И когда он в 14-м году умирает, вдруг выясняется, что этот Чебулоков, тесть, должен много-много денег. И частный лиц, и в Кавказу. Миллион. Сумасшедшая сумма. 300 тысяч только в Кавказу. Описывают у меня в чале Гидовского имения. Есть версия, что это имение ему император дал там. Две тысячи крепостных. И описали там много-много деревень. Но многое осталось. Кому они доставились? А сыну его, Емельяну, с этими дочерями. Четверо было наследником. А дочка его, которая была замужем за Никитой Васильевичем, Евдогия, видать, попросила мужа выкупить несколько деревеньек с аукционов для себя. Она там была явно с молодой. Он это сделал. Купил. Только за какие деньги? Сказать сложно. Где-то 350 крепостных он выкупил. Из расчета того, что дочерям он потом передаст завещание. Действительно, в 833 году он написал со своей супругой завещание. Я завещаю своим дочерям Елене, 193, души мужского пола, и Ефинии, 183. Порова. Хорошо, а где-то сын. А сыну доставил Теблоковский дом на Казанскую улицу. Сын, значит, смог продать этот дом за 135 тысяч. Елена, значит, в Должском уезде не стала базироваться. Она вышла замуж до Шмита и пробовала свои деревья. А вот Ефиния, она там долго-долго-долго пребывала. Она скончалась в 1885 году. Никита Васильевич со своей супругой Ефимия со своим супругом и, значит, один из внуков Никита Васильевича были похоронены в Троицком храме на Смолянском кладбище. Этот храм, к сожалению, не сохранился. В 1932 году был бог снесен. Поэтому был только вот этот дед и его семейство могилы не сохраняется. Неожиданно в наших местах, в Нагдовщине, я, как кореев, занимался, собственно, дружином. Отсюда все пошло в моем учреждении. Потом уже Лермонтовым начал заниматься года два последних. А Арсеньевых-то оказалось намного больше. Там оказались еще потомки Никиты, а, блин, Никита Николая Дмитриевича Арсеньева, героя, значит, Измаилова. Это тоже родственник Лермонтова. Вот. Надо смотреть родословие, я сейчас не привез. Вот. Мне безызвестна Ахмердова. Ее дочка, там вышло замуж Пороскове Николаевне, значит, Ахмердовой дочка, Дарья Федоров-Харланова, владела у нас двумя сразу ими. Сижна и Заудова. И вот сейчас будем у нас в курсе, я сейчас буду рассказывать. Там храм сохранился фрагментарно, значит, действующий, в котором, допустим, внук этого Никита Васильевича, Никита Кондрович Шемид, был, ну, председателем церковного попечительства. То есть, родственники Лермонтов посещали этот храм, были прихожанами этого храма. Вот это мы посмотрим. Вот. Огромное количество литераторов связано вот с этим сильно. Все знают, что Бороскове Николаевна, Ахмердова, это Иерархия Андроников, изложил в Голоросею. Он сказал, я накажусь, что они уродственники. Еще в 1939 году Иерархия Андроников говорила. Но нигде он не соотносит Арсеньевых с бедовским уездом. С бедовским уездом с отнесла Арсеньевым впервые, наверное, дружина лети с Самарой надежды Борисом Алмонова. Она издала большую книгу по Дружинину. И вот Александр Васильевич Дружинин был соседом и близким другом Ефиме Итичне в Ревске. У них усадьбы находились на Гдорфине в пределах прямой видимости через небольшое в Маринское озеро. И когда Дружинину было интересно, он брал подзорную трубу и смотрел на усадьбу в Ревске. Днем и днем располагался рядом с озером метров 30 по карте. И Дружининский на берегу. Они давным-давно жили, по сути, как брат и сестра. И не случайно поэтому в Дружининском дневнике постоянно четко в Ревске присутствует. Десятки упоминаний. Своих детей не было. Разве в Ревске у них всего 10 лет было у Дружининского года. Она была вдова с 32-го года, а Дружинин не жена. У них симпатия была очень близко с самого детства. У Ревской не было у Ефиме детей, но она имела воспитанник. Воспитанник, которое потом будет наследовать ее имение. Вот здесь, что она наследовала? Девочку, которая на вас переживала, эту девочку. И Дружинин дружил с семьей Брестских и в Санкт-Петербурге, и, значит, на Гдобщине. Я здесь упоминал, что их дома были рядом на Васильевском острове. Дружинин на одно время жили на шестой линии, а дом Ревской располагался на восьмой. Буквально, с многих рядах. Они носили друг другу почту, какие-то мелкие поручения исполняли. Ревская баронесца дружила с матерью Дружинина, которая, значит, запечатлена на известном полотне Федотова. Федотов, значит, был причастен Дружинин, как бы вот знакомит Брестскую со своим другом Григоровичем. Григорович к нему приезжал в Гдобское имение два раза, писал там и оставил очерк Брестского Гдобского. И, к сожалению, он ничего о Левке там не упоминает. Брестская, значит, чем там занимались? Вот мафии такие. Поскольку отец в Санкт-Петербурге нес государеву службу, мы помним у Лангинова, что очень хлебосоль был Никита Васильевич. Арсений начал. Все заготовки там делались в имении. Каждый выходной пишет Лангинов Михаил, что каждый выходной мы собирались. Собственно, Никита Васильевич был лидером Санкт-Петербургских Арсений. Значит, много надо было продуктов. Из деревни расставлялись карпот и картошка и морковь, а сколько спиртов там было, скорее всего. Потому что и тут и так. Вот в этой деревеньке было, значит, часовинка. Мы через Дружинина узнаем, что на Илью там праздновается у Ефимии Никичьи праздник. Он пишет, что на Успение у Баранессы предполагается шейский праздничный праздничный и закололи поросенка. Но она же не могла поросенка с крестьянами делали. Дело в том, в Дружинин написано, что если барин гуляет, то идут дружи крестьяне. Во дворе песни поют, им пособия выдаются, и они наплеваются. Вот, к сожалению, вот эта усадьба Дружининская, в которой бывали там хоть и другие, и Красов, и Писенский приезжал, вот, Григорович приезжал, не стал у нас вторым, значит, вот, Михайловским. А высказывается предположение, что надо бы это сделать, профессор волной напишет. Оно такое же значение литературное имеет, как Михайловское. Самое поразительное там сохранился домик Другенева, крестьяне называют. Это, не что иное, как дружинь дружинь, а литературный. Куда приезжал Ромбок, там, моя творческая лаборатория. Бронес, когда все это пели, все это понимало, музыка была там, я, ну, еще что, вот, баллон ромбок, ну, не подбавалайки и не подбавалайки. Естественно, подбавалайки. Вот, домик Другенев. Что там делал дружинь? Вот он, ну, такой, говорят, англоман. Другенев, значит, его писал, вот он там, знаете, что, четыре перевода сделал, только одна лошадькина. Карл Дим, говорят, до сих пор идет переводить дружинь. Писал там всякие прочие вещи, когда приехали к нему Некрасов с Другеневым, он, родственник у Лермонтова, Ламгинова, написали там послание к Ламгинову. Это из разрядов стихотворений «Нет, я дам». Понимаете? Вот писал он много в Фенигетонах, там интересное есть место, где проживали дед и бабушка Бога. Они тоже оказываются таким-то образом связаны с сереброй. Я вам скажу, что до Бога, до праздника Бога. Эти места владел был как раз Чеблоков. Зять Никита Фурк, кто родственник Никита Васильевича Арсибера, понимаете? Последний владелец этого имения, которое получило название Преображенское, был Иван Бог, дядь поэта. В 1905 году, когда он был самарским губернатором, его убили террористы. Взорвали. Страшное дело. Но самое интересное, что у глядь, когда висела картина, написанная им, по мотивам демона, и вот она упала. Вот такие есть свидетельства. Она упала, террористы взорвали. Вот. Ну вот, Ефимия Никичична. Наша гдовская полмесяца. Когда она умерла в 1985 году, встал вопрос о наследовании. И гдовские власти, полицейские, специализированные галеты дали объявление, кто наследник. А вот наследница объявилась вот эта Мария Политовна Урешская, ее воспитанники. Что значит Мария Политовна дел? Она пишет там нотариально какие-то документы, нанимает адвокатов нашего пневмониста. Я все или как предъявляю иск вот этой вредки, что она вот 11 тысяч взяла каких-то денег, залог этого имения, вот такое дело запутано. Я сейчас не совсем понимаю, владела ли она потом Мария Политовна этим которое называлось Людов или нет сказать сложно. Некоторые сочи говорят, что она владела только деревней Степанова. Степанова это в честь Степана Александра Шеврецкого названа. И там была деревня названа в честь Никиты Васильевича. Никитина Никитина в 1826 году в Довском уезде в Бурском очень янгурском прокатилась волна крестьянских бунтов. А столько жестоко было что туда вызвали войска. И войска располагались как раз в усадьбе родственника Никиты Васильевича. Родственника Леонидова в усадьбе Чеблокова. Официары пишут отчеты что этот Чеблоков такой крепостник что недостоин носить звание помещика отца крестьян. Вот. И дружине тоже Василий Федорович отец писателя тоже крепостником себя показал. Крестьяне дружине написали жалобу своего и подожгли его усадьбе. Представляете стояли Арсеньевы и видели вот этот пожар 100 метров понимаете пожар и конечно бояль вот ну много 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 вот этих вот их два слова у нас значит Арсеньева вышла за Хвостова такая Просковья Николаевна бабушка ее упоминает а невестка ее была как вы думаете мемуаристка Катенька Сускова тоже Гдовская вот она вышла за Хвостова Хвостовой там у нас жили вот Гдовский еще то есть вот здесь изучать изучать кстати вот сейчас Сусковой потомки пишут книги книгу взрывного характера ничего не даем почитать поэтому будем ожидать а собственно я считаю что Сускова это была первая вермонталь об этом можно долго говорить спасибо у нас сейчас с вами получасовой перерыв через полчаса встречаемся в этом зале ну ладно все спасибо спасибо